Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Артём Кахан и депутат Совета депутатов городского округа Люберца. Артём Игоревич, здравствуйте. Начнём, наверное, с громких, но несколько неприятных новостей. Вот совсем недавно произошло массовое отравление в кадетской школе. Насколько я помню, больше 50 человек, это дети и взрослые, оказались в больнице. Сейчас ведётся и проверки, и всех инстанций, и Роспотребнадзор, и другие ведомства. Эта школа находится, насколько я понимаю, на вашем округе? Да, абсолютно верно. Да, вот что произошло? Это наш избирательный округ, у нас группа депутатов, даже наша коллега Скисова Наталья Геннадьевна, она работает как раз-таки непосредственно в кадетской школе. Хочется сказать, что для района это трагедия, потому что лучшая школа, одна из лучших школ в Московской области просто пострадала от этого случая. Что это было? Случайная ошибка, либо спланированная какая-то вредоносная акция, пока непонятно. Заведено несколько уголовных дел, но так просто это не закончится. Обязательно пройдут все проверки, обязательно прокуратура будет дело вести, и виновные будут найдены. И абсолютно мы не ставим перед собой задачи и правоохранительные органы, мы как депутаты именно на кого-то списать. Мы хотим просто разобраться в ситуации, потому что 70 детей, которые никому ничего не сделали, просто пришли в школу, пообедали, они отравились. Это недопустимо. Поэтому будем разбираться, будем находить и впредь, чтобы никогда ни в одной школе нашего городского округа это не случилось. Ну да, вот сейчас главой Владимиром Бружицким была инициирована проверка образовательных учреждений, она с 15 января началась. Вот депутаты как-то принимают участие в этой проверке или это только? В основном это внутренняя проверка Минобразования, пищеблоков, потому что сейчас это актуальная тема, и ее буду сейчас проверять. Это несколько не депутатский вопрос, но мы держим все равно ситуацию под своим контролем, мы все равно интересуемся. И если где-то нужна наша помощь, мы, конечно, поможем любому учреждению. Вот не знаю, присутствовали ли вы на последней встрече Владимира Ружицкого с жителями округа. Вот там родители спрашивали как-то по счет компенсации каких-то, будут ли или не будут. Сейчас рассматривается этот вопрос, но хочется сказать, что медицинская помощь была оказана вовремя, детей постоянно вещают, ситуация не выходит из-под контроля. Естественно, мы как депутаты и как общественные деятели, я, в частности, фонд Люберецкий квартал, как-то будем этот вопрос стараться решить. О фонде Люберецкий квартал мы поговорим немного позднее, но сейчас хотелось бы задать другой вопрос. Еще одна проблема, серьезная, наболевшая, это неприятные запахи, которые беспокоят жителей и Люберец, и Москвы. Вот как-то эта проблема депутатами решается? Откуда найден ли источник этих запахов? То, что и Люберецкий очистный, и Мосводоканал в этом обвиняли, но истинный виновник так и не найден пока? Нет, скорее всего, это свалки, это и закрытая свалка Торбиева, это и Кучинская свалка. Здесь, на самом деле, депутатам городского округа это, конечно, не под силу решить такой вопрос. Об этом вопросе все чаще и чаще напоминает и губернатору, и законодательным органам, и президент, потому что этот вопрос нужно решить. Но мы пока, как я вижу, в Московской области решаем его локально, то есть приступаем к рекультивации. Но нужен комплексный подход, нужно создавать мусоросжигательные заводы. Опять-таки, где их создавать? Если мы их будем открывать в городах, то сразу же люди... Жители тоже будут возмущаться? Жители тоже будут. Это же тоже не совсем экологичное производство. Да, жители тоже будут возмущаться. Если идти чуть дальше, там, где не так много жителей близлежащих районов, то есть где-то, грубо говоря, пустыре, то тогда перевозка становится очень длинной, и тогда возрастают услуги ЖКХ на вывоз мусора. И так или иначе это отразится на жителей. Потому что нет средств из тех денег, которые платят у управляющих компаний. Соответственно, ставки будут расти. Они и так уже по отношению к среднезаработной плате, к пенсии, они и так достаточно высокие. А что насчет программы по переработке отходов? Как-то обсуждается в области? Обсуждается. Это одна из самых насыщенных и популярных тем. Но вот только что мы с вами обсудили, что если мы подходим одним способом, то это локально и ненадолго. Если мы подходим другим способом, то тогда жители будут против, рядом с которыми будут открываться вот эти заводы мусоросжигательные. Поэтому идут дискуссии. Этот вопрос как бы стараются власти Московской области решить. И в принципе федеральная власть, президент поставил задачу. Но пока эффективного решения пока не найдено. Есть варианты, но они еще только на стадии обсуждения. Вот временные варианты. Буквально недавно комиссия Мособлдома выезжала по экологическим вопросам. На полигоне Торбеева хотят построить систему дегазации. Вот такие временные меры. Да, временные. Абсолютно верно. Полигон хотят закрыть, по-моему, в 2021 году, насколько я знаю. Если не раньше, конечно. То есть опять мы сталкиваемся с тем, что жалобы жителей становятся все чаще и чаще. Поэтому может этот год сместиться в ближайшую перспективу. В том числе и для экономики, и для страны был год непростым. И для Люберец тоже. Но Люберецы в этом году вступили и прожили целый год, считай, в новом статусе. Это городской округ. Раньше был район, сейчас настал городской округ. Вот после такого года можно ли подвести какие-то итоги? Стоило ли создавать городской округ Люберца? В чем преимущества, а может быть какие-то недостатки? Однозначно стоило, но выводы делать пока рано. Объясню почему. Потому что шло сокращение поселковых администраций. И тот же бюджет распределялся в неравномерной пропорции. Только по итогам этого года мы сможем сделать качественные выводы. Но что хочется сказать, что все-таки у городского округа больше плюсов, нежели минусов, если таковые вообще имеются. Во-первых, более равномерное распределение бюджета. Во-вторых, это сокращение затрат на органы местного самоуправления. Не эти деньги можно потратить в другие сферы. Поэтому это никак не может быть хуже. Это может быть только лучше. Но минус есть в том, что всегда реагирование у администраций, которые находились в поселках, всегда быстрее. То есть мы здесь можем наблюдать, что несколько увеличилось время принятия решения и вообще в принципе решения каких-то проблем населения. Конкретно, не стечковых. Но в целом у нас, так как существует и добродел, существует и связь с главой, на которую реагируют в течение нескольких часов. Поэтому я думаю, что это никак не отразится на работе. А затраты, которые были сокращены, эти деньги пустятся на насущные проблемы. Ну вот тоже вы говорите, что увеличилось время взаимодействия между властями. Но ведь работают же территориальные управления. Это там Ильин Октябрьский, Малаховка, Красково. Справляются вы с ними как-то взаимодействуете? Конечно, взаимодействуем. Но так как все-таки для нас, как для первого избирательного округа, мало что поменялось, потому что мы находимся в городе Люберце и администрация находится в городе Люберце. В поселках территориальные управления справляются, я могу сказать так, абсолютно со всеми жалобами или еще какими-то вопросами наших избирателей. И последний вопрос, прежде чем мы прервемся на рекламу. Вот только что вы говорили, что после образования городского округа удалось высвободить средства на нужды округа. Вот сейчас обсуждение именно бюджета городского округа на какой стадии находится и чем сейчас занимаются депутаты в плане бюджета? Изменились ли статьи расходов? Статьи расходов, они всегда останутся теми, какие они есть. Это и дороги, это и ЖКХ. Но подход чуть изменился. Бюджет на 2018 год уже сформирован, принято. Мы более эффективно распределяем денежные средства. И в 2018 году жители уже это будут видеть непосредственно и в ЖКХ, и в дорогах, и в социальной политике. Существует шесть депутатских комиссий, и вы состоите в том числе комиссии по бюджету и по градостроительству. Вот комиссия по градостроительству чем занимается, какие у вас задачи стоят основные? Последнее, то, что такая жизненно важная для нашего городского округа задача, стоявшая в 2017 году, это было принятие правил землепользования и застройки, потому что мораторий не продлевался. Это вето, так скажем, на то, что можно было оформлять землю и выдавать исходную разрешительную документацию. Оно перестало быть после 1 января 2018 года. Если бы мы не приняли правила землепользования и застройки, сейчас бы мы находились полностью в районе, где невозможно ничего оформить, никакое разрешение получить. Но, тем не менее, мы это сделали. Да, много было обсуждений на комиссии, много было конфликтов, но мы все прошли, и я скажу больше даже, они будут корректироваться, правила землепользования и застройки, но мы для наших людей не сделали минусов, потому что они не смогли бы жить и оформлять то, что им необходимо. Ваш округ, это в том числе включает в себя гарнизон. Контингент там достаточно специфический, это военные люди, старые закалки, которые верны своим принципам. Вот вам, как депутату, легко ли с ними работать или не совсем? Я хочу сказать, что это огромный плюс, что у нас на нашем избирательном округе есть такая категория людей. Я напомню, это порядка 1200 офицеров и 42 генерала. Вот. И что хочется отметить, что диалог конструктивный и всегда, то есть без лишнего. Но там надо всегда знать, что если ты что-то пообещал, обязательно надо делать, потому что спросят. И какие же вот наказы жителей удалось выполнить в последнее время, а какие вот еще, к сожалению, нет пока? Я начну с тех, которые не получилось выполнить. Неоднократно пересчитывали и квитанции ЖКХ, неоднократно и пытались что-то сделать с долгами населения. Но, к сожалению, нам не подвластно. То есть пересчитать мы можем, но даже на тарифную ставку подействовать депутату не в силах. Это же ресурсно-снабжающая организация? Это ресурсно-снабжающая организация, да, потому что в управляющей компании тариф с потолка не берут. Он рассчитывается, рассчитывается администрацией. Вот, но помимо этих вопросов, многие нам, конечно, удалось решить, что касается и благоустройства территории. То есть не всегда отыгранный конкурс, он соответствует тем пожеланиям, которые жители хотели. Но, тем не менее, он уже отыгран, деньги уже выделены. Что-то компания идет навстречу, что-то где-то компания не идет навстречу и приходится из своего фонда выделять деньги. Как правило, это средства благотворительного фонда «Люберетский квартал» либо наши личные депутатские. Потому что наш бюджет, который выделяется на каждого депутата, он тоже разыгрывается. А чтобы вот местами где-то сделать какую-то небольшую дорожку, 2 квадратных метра, 3. А если мы соберем по всему избирательному округу, то это уже огромный объем работы. Мы, конечно, как-то вытягиваем. И я думаю, что процентов 90 мы выполнили. Также мы запустили и тренировки, так называемый дворовой тренер по нашему округу. Не ожидал, что жители так подключатся, но всем понравилось, все подключились. Мы эту практику будем применять и в этом году. Это в летнее время, да, наверное, не проводится? Нет, весна-осень так же. А что значит военные? Не боятся, не холодов. Я вам скажу, что на поселке Калинина и в начале Октябрьского проспекта они менее активные люди. Какая существует обратная связь между вами и жителями? Существуют ли дни приема, какие-то телефоны, может быть, по которым жители могут позвонить? Да, есть каждый месяц два дня приема. Один день это в городке А, второй день это на поселке Калинина. Но, как правило, люди не приходят, мы с ними встречаемся, когда им удобно. Если им удобно подъехать ко мне на работу, либо я подъезжаю, двигаясь домой, я обязательно встречаюсь, мы все проблемы решаем. Такой, чтобы наплыв людей уже давно не было, потому что все знают телефоны, и зачастую решается все даже звонками. В рабочем порядке. Да, в рабочем порядке. Вот тоже я забыла спросить, в городке Б, там же сейчас реконструируется дом офицеров. Вот на какой стадии сейчас реконструкция и что там будет, может быть, вы знаете? Часть работ была отыграна, уже часть работы выполнили, сейчас внутренние коммуникации, отделку, отыгрывается конкурс, потому что денег, к сожалению, в бюджете не хватило. И будет полностью, работа будет закончена в этом году. Затрудняюсь сказать, какой месяц, потому что там вот с конкурсами, с конкурсами, да, все это сложно. Но мы будем торопить однозначно. Ну, есть какие-то планы уже, что там разместят? Я знаю, сколько музыкальная школа туда должно переехать, а может быть, что-то еще жители хотят там увидеть? Я не буду вам это рассказывать. Это пускай останется секретом, потому что есть, чтобы не сглазить, ряд идей, которые мы хотим там реализовать. Но, скажу вам так, все потребности жителей будут учитаны абсолютно. Каждый человек сможет там найти себе направление, кружок для самореализации. Ну, надеюсь, что Дом офицеров снова станет центром, да, вот, просто культурной жизни. Не только город КБ, но и любец в целом. Может быть, что-то, есть какие-то у вас идеи, которые вы хотели бы реализовать сами, да, на территории, может быть, вашего округа, а может быть, и всего городского округа. Что-то, что... Какие проблемы сейчас настолько назрели, что вот вы видите, что их нужно решать сейчас? Я работаю в компании, которая реализует программу губернатора по переселению людей из Ветхого фонда. И зачастую, вот, возьмем Кирова, да, людей переселили, достаточно такая плотная застройка, и нужно было решать вопрос с парковками. Сейчас у нас запускаются автоматизированные паркинги, которые будут действовать по принципу, что машина заехала, карточку, как бы, подносишь, и машина уезжает, робот сам распределяет их по местам. Это нам поможет вместить больше мест парковочных. Если она будет успешная, хотя, наверное, когда она будет успешной, мы в этом абсолютно уверены, мы будем применять ее по всему городу, если сможем найти пятна, это сильно упростит жизнь. И мы считаем, что это еще и будущее, потому что... Технологии не стоят на месте. Да, технологии не стоят на месте. Но в Любрицах, по-моему, есть такой же опыт, по-моему, тоже на Кирово. Очень, очень небольшой. Да, совершенно, да. Рядом с домами, которые обслуживаются фирмой FF, там есть, ну, небольшой, там, по-моему, чуть больше десятка машиномест. А я говорю о сотнях машиномест. А как решается сейчас проблема обманутых дольщиков в городском округе? Потому что это тоже очень наболевший вопрос. Этой проблемой занимаемся очень плотно. Я хочу сказать, что в ближайшие два года этой проблемой не станет, путем усилия правительства Московской области, главы нашего городского округа Владимира Петровича Ружицкого. Но, что хочется заверить, новых обманутых дольщиков у нас в округе не предвидится, и я думаю, что не будет никогда. Потому что те усилия, которые делаются, начиная с федерального уровня, они все идут к тому, что будет просто невозможно создавать такие проблемы жителям, людям, которые покупают квартиры в будущем. По вашему мнению, вот не нужно ли вообще упразднить такой вид, как вот долевое строительство, то есть какими-то иными способами инвестировать в город строительство? Вы знаете, мой опыт подсказывает, что все к этому и идет. И дома должны продаваться уже готовы. И мы к этому идем. Я думаю, что в 2020 году 214 федеральный закон будет отменен. Ну и полностью долевое строительство как таковое. Но сейчас есть прекрасная схема, по которой дольщик застрахован, банк входит в проект, и застройщик тоже имеет средства на строительство. Это некие скроу-счета банков. То есть люди покупают квартиры, но деньги не идут застройщику. Деньги идут на скроу-счет в банк. И если дом не вводится в эксплуатацию в сроки по проектной декларации, то жители могут забрать деньги и потребовать компенсацию от застройщика. И это на самом деле новый этап в строительстве как таковом. А то, что долевое строительство, в принципе, надо от него отходить. И скроу-счета будет первым шагом, таким я имею в виду, шагом серьезным. Здесь сомнений нет. И я думаю, что следующие наши проекты полностью будут построены именно на скроу-счета. По такому принципу. Да, по такому принципу. И жители, которые покупают квартиры, будут застрахованы полностью от недостроя. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени до окончания программы. Вы сегодня много говорили о фонде Люберецкий квартал. Он достаточно известен в округе. Но в прошлом году он получил премию губернатора нашей Подмосковья. Такое большое признание. Вот расскажите, пожалуйста, что там был за проект? С каким проектом вы победили? Мы сделали пробных два класса труда. Подарили необходимые инструменты школам. Одна в Томилино, одна непосредственно кадетская школа. Этим проектом занимался от начала до конца депутат Мособудумы Кахан Игорь Валерьевич. И я думаю, что мы достигли хороших результатов. Потому что мы хотели воссоздать труд, который был всегда. У нас получилось. Детям очень интересно. Они работают на инструментах. Они пользуются станками. Это успешный опыт. И мы дальше будем внедрять по всему городскому округу эти классы, инструменты. В зависимости от сбора средств будем всех привлекать к этому виду деятельности. Артем Игоревич, подходит к концу наша программа. Может быть, что-то хотите напоследок жителям пожелать? Я хочу пожелать отличного настроения. От себя я хочу сказать, что нерешаемых проблем нет. Мы везде постараемся помочь. Поэтому звоните. Есть телефоны мобильные, есть телефоны помощников. Обращайтесь. Постараемся все насущные проблемы решить. Всего самого лучшего. Спасибо большое, Артем Игоревич, что пришли к нам сегодня. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». Напоминаю, у нас в гостях был Артем Кахан и депутат Совета депутатов городского округа Люберца. До свидания. Смотрите нас на ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин